утро сегодня 22 ноября мы помолились я смотрю поле у меня лежит так интересно вот это колонки она на колонку залазим у колонка то что она и банит тут я взял и как отцы гейки вы шубы там такая вот это овеща шкуры проделана хорошего и вижу что ей там нравится ну холодная и там пришил к этой привязал и она теперь здесь обитает надо видеть вот кто в чем нуждается годы где я нуждаюсь у меня в лагере было там я сделал жерчь на уровне пояса примерно вот пояса так одетому что-то просушить надо или что-то теле 1 есть такая назвать от мур таракань я вижу ребятишки на ней крутятся там рядом цветы растут и они переворачиваются через нее как вроде турник такой низкий она жерчь не толстая в руку толщиной то я сказал дети здесь нельзя здесь надо сушить только что-то она назначение у ней такое вижу опять крутятся ясно дело что я счета не досмотрел я тогда там где у нас этот бум называется разъезд 75 метров но это на уровне груди даже пониже маленькая уровень может быть даже пояса сделано ходить ходить там так бревна как доски чтобы вестибулярный аппарат они там свои разрабатывали я там рядом окна нее сделал это это же самое которое там мы сделали где дети сушить я говорю жертв было там нас лошадь приходили тогда лошадь лошадь не одна была в деревне то никогда кто приезжал привязывать куда они привязались туда дети вместо лошади то я тогда сразу им туда сделал то есть надо смотреть вот я первый год как потеряю к девяносто первом году начала восстанавливаться мы земли то там свободные были мы стали коров пасти корченский узнали ну кто-то посоветовал им там пасти негде-то но они стали привозить овечек сдавать и у меня возник вопрос так раздавать так как заболела овечка кому сообщать овечки они одинаковые то ну корова еще как-то можно больше отличить вот я смотрю на китайцев они как будто на одно лицо они на одно лицо они на нас это говорят я тогда стал записывать левое правое ухо а существует так что ничего нету бывает дырочка а бывает разрезанная порина называется вот порина это вот вертикально где ухо заканчивается и оттуда разрезанная бывает одна порина бывает две рядом простриженная а когда они простригут золой сразу посыпят там и она не срастается на как узнать то что на левом что на правом ухе но бывает сбоку прорез маленький сбоку называется рубчик а бывает сбоку сделает и выстрегут угольником называется вилка то есть название все это и есть какое ну а бывает так ухо концовку ухо отрезает назад а пень пень но орешек то немало тысячу с лишним тысячи но а бывает так хозяин один у него уже замечено уши то а он продает другому она там вся изрезана уж это а он свое ставит там уж и как лапша ясное дело а бывает так одни и те же сдают не знают а на левом одинаково на правом одинаково ну это вариантов то немного вот как сейчас вовка назови вовку то деревня там 10 человек а три вовки 3 вот понимаешь вот у нас эти часы рукоположенные ну какая община то 4 часа игорь из них даже два игоря владимировича ну и какой у нас здесь в покровском соборе в барнауле священники были три священника все михаилы вот скажешь отец михаила какой 100 старый а старых 2 какой лысый или какой вот начинают поискаке пояснения так как я отец таким учился в семинаре гостисти сказали и аким никто не переспрашивает они знают что это из потеряемки отец таким лапкин вот у нас пришла сегодня на моление тут колыкере она помолилась и отдыхает хорошо она на молитве не балуется ничего давай отдыхай молодец девушка растет вот вот надо смотреть я к чему начал говорить как и вот тогда я вижу что делать я тогда стал кроме того у опи а вещи к этим записывать какие пятна пятно где на лбу на боку какого размера там все данные а вот это уже не повторишь а у нее одно такое у другого рождается другом месте черно там или еще какой-то признаки какие люди этого не знали как когда думал я ходил и когда человек сильно долго думает не получается видишь а заела вши появляются я сказал говорю не могу придумать что делать то тесто мой на память знал все тысячи овец всех знал он знал дни рождения овечек и знал когда с каким бараном погулялась и покрытая и когда она принесет ягнят и рассказывает когда где-то в деревне идет гуся этот дурачок пошел там к соседей гуси я свои три парит абсолютно все вот когда раскулачивали людей кто что сказал он все скажет от кубасов тогда сказал так-то вот нападут на нас этот пыльный мешков шурах на ту заукла они все пересердутся у них еще нету воевать то бензину не даже трактор за это рассуждал по-своему у него память была просто отшлифованная как говорится но он неграмотный был вот я к чему это все это все об одном говорю сегодня вот начало то видишь как захватил как дядь щукарь в окрестностях все мы начали говорить о том что человек должен приглядываться где может приложить свои таланты и вот здесь когда я сделал эти таблицы а я сделал записал в тетрадь а другую лентой так взял чтобы быстро открыл и сразу видно отдельно выделил левое беру за основу уха а второе смотреть если с хвоста овечки и на правое и приехали овечку брать а где наша овечка то а какое пятно то а я забыла он забыл а какую наберут какая тут попадется это грех такой там он берет большую этом сын пришел в отпуск а овечка то у него была маленькая задрипанная такая шалоболками под хвостом ладно они там берут тащит я раз так ребята это не вашего вашего вот такое да вы что доберут жирную толстую овечку тащит на шашлык я их разворачиваю им в корченая молва пошла ничего не возьмешь говорит там горит пастух такой говорит да ко мне-то еще осенью раздавать и вот они заходят где-то я на всех заготовил квитки и фломастером поставил кто приходит я мороз квиток у твоя овечки вот такое облегчение так как он забыл он смотрит а такое да конечно сбегали домой взяли карандаш фломастера то нет ни у кого и стали подрисовывать такие у меня вот такая-то я посмотрел на вас карандашом это сделал это недействительный в корченый то обман то и на них страх нашел какой так они там стоят рты разденут не знает чего где брать но другое еще когда в колхозе было если бык на корове ехала покрыл ее называется вот то пастух должен сказать там запишут потому что зимой там не пасет а зимой корова отелится когда ждать от нее отела то и бык покроет корову а начисляют пастуху забыщенную работу ну и отец наш ничего не записал он все знает придется скажет отдайте у тебя корова такая она тогда-то принесет а вот от такого быка там производителя три и он говорит от какого что но я так объясню говорю овечка когда покроется вам говорить или нет или объягнется даже а зачем он объягнется но она подрастает а потом он будет как овечка большой да нет я раза два сказал нет я говорю ну да и я записывать не буду время то идет овечки ягнется они подрастают незамеченные уши у них осенью них не знаю чьи это все мои будут я когда раздала там осталось сколько это все мои а еще но откуда знает может соседнего где-то села пришли мало ли бродит овечки где-то а я которые остались а теперь раздаю тем кто нуждается или кто потерял ее у меня все шито крыто оказалось то есть везде нужно делать по разуму и с молитвой вот вот мы сегодня начали об этом я сразу начал говорить вот для вот она ушла я даже здесь покажу лежала паря вот оно какое я пришил здесь проткнул не вот ниточки и привязал так это чтобы не упали колонки я их привязал за магнитов вон вот он стоит здесь вот он такой кассетный вот она поля пришла ей теперь тут нравится вот и гликерия ей нравится лежать у меня на постельке на моей то я в сутра скорее заправляю сегодня и гликерия придет помолиться и ляжет на мою кровать вот я уже заранее знаю еще ей нравится вот надо смотреть яхота туда кто спит там а никита никита колесников никита андреевич но потеряем ки никита он приедет такой высокого роста еще надо еще выше а выше это дядя володя который обед готовит нам но дядя володя я могу показать вот он стоит он у нас кухонный работник по утрам вот он что делает картошку чистите картошка мелкая нынче не особенно так это у нас тыкву напарили в печке выскобили и и выбросили вот роман приехал из деревни тут своими делами занимаются машину у него отремонтировали вот теперь домой когда-то поедет он приезжает романа роман у нас здесь вот на кухне спит вот у нас тут когда поля не дозаметили мы она заскочила на раскаленную плиту но я обожгла теперь у нас здесь как только за все сразу железом сразу закрывается плита вот она плита и ничего тут оба всушиться сразу закрывать и везде написали не забыть вот это понятно кошки в двери иногда лезут когда выходишь сразу написали надпись не повредите кошку закрывайте двери очень осторожно но и вот так везде у нас такая запись идет видеозапись для интернета это на улице в храме у нас не в храме здание ей храм на находится там и трапезная есть вот утро сегодня мы начали говорить вот здесь надо смотреть вот у меня телефон телефон стационар а вот к нему надпись сразу разговаривать не более двух-трех минут проверь правильно лежит положили на трубку вот сера ходить нас один него что ставишь и мало и мало-помалу придет упадок вот все надо ценить беречь смотреть приглядываться где и как так сегодня тут начал бабы мяда ликери обихаживают вчера володя тут приходил вот я это наружно наблюдение сегодня у нас какая погода маленько там падает снежинки него не хожу на улицу с утра его здесь вот на росли высокие кусты какого-то растения прям в рост человека я говорю не трогайте их сухие я вижу они колышется значит на улице ветер нет гляжу сломали убрали но то я пошел тогда там растет как полынь здесь и вот набрал ведь она колышется это у меня как запустая запускает воздушные шары верхние слои атмосферы узнают я не знаю там как их называют сегодня это метеорологические станции или как а у меня вот я навтыкал их вдоль забора забор закрытой тут видно вот задвижка палка называется заборинах вот все колышется это улица утром встал только открыл и такую мне игрушку то сделали она дорогая вот все это на улице темно совершенно темно и в темноте вот все это так видно а вот заходить вот выходит утром надежда васильна гликерия как они молятся он там мигает мигает от означает что едет машина где она машина едет где-то здесь появится время то еще пять часов утра только молся закончили молиться 5 там чем-то вот полетели снежинки немножко заметил что раз тут у нас уже такие интересные были встречи а я вижу отсюда вот так выхожу говоря почему вы так делаете а как вы знаете да вот посмотри как люди еще люди придумали вот у нас заходить в храм вот включишь в интернете храм христа спасителя в любое время дня ночи можно увидеть круглосуточное там специально для тех кто желает узнать что делается в храме и все показано можете в интернет зайти и посмотреть такая возможность дается сейчас я буду составлять вот тут что-то у романа на экране тоже какая-то гликерия она ну я буду сейчас события дня записывать что вчера у меня было так володе помощь никакая тут не нужно можешь пойти посмотреть готовить еще что-то почистить еще зря сидеть и меня слушайте когда буду считать что-то вы слышите события какие были все на этом на сегодня